Особенно после продвижения до второго ранга, каждая попытка объединить Гу будет стоить огромную сумму. Думая об этом, Фан Юань почувствовал себя обеспокоенным. Вопрос о первобытных камнях был проблемой и, рассчитывая только на вымогательство, он мог лишь отсрочить возникновение этой проблемы. Кроме того, у него была другая проблема, и это было кормление белого кабана Гу. Едой белого кабана было свиное мясо. Кабан, очевидно, относится к свиньям. Еда серии кабана Гу была свининой. Черный и белый кабан Гу имели огромный аппетит. Каждые пять дней им нужно будет есть мясо объемом около одной целой взрослой свиньи. Свинина в этом мире стоила недешево, и смертные могли позволить себе только забить одну во время празднования Нового года. Без крупномасштабной техники выращивания земли цена на свинину и говядину не была чем-то доступным. Смертные не могли себе этого позволить. В то же время рельеф горы Цинма был обрывистым, площадь проживания узкой. Сколько места можно было выделить только для выращивания скота? Вы едите то, что вы можете приобрести там, где вы живете. Жители деревни могли есть свинину иногда из-за охотников, охотящихся на диких кабанов в горах. Похоже, теперь мне придется самому охотиться на кабанов. Глаза Фан Юяня засияли блеском. Полагаться на деревню, где можно купить свинину, во-первых, было затратно. Пришлось бы тратить первобытные камни. Во-вторых, это привлекло бы внимание, даже если вы очень любите есть свинину, как человек может съесть так много за такой короткий период. Если бы он охотился сам, это не только бы решило данную проблему, но и облегчило бы его нынешнее финансовое напряжение. Продавец, думая об этом, Фан Юяня больше не колебался, и после оплаты счета он покинул гостиницу. В эти немногие дни академия был пуста, так как ученики перерабатывали свои вторые гу. Фан Юяня решил, что он может хорошо использовать это время. Он покинет деревню и разведает горы, а затем убьет диких кабанов, тем самым, добыв себе свинину. Глава 65. Исчезни. Горный лес был безграничен, и Фан Юяня терпеливо шел через него. Солнечный свет пронизывал огромные и высокие деревья, сияя и создавая на земле их пестрые и фрагментарные тени. Зеленая трава у его ног была похожа на матрас, а полевые цветы расцвели яркими красками. Его уши уловили звук щебетания птиц и струйки текущей воды. Чем дальше он уходил от деревни, идя в сторону внешнего окружения, тем более рискованно это было. Поэтому Фан Юяня был еще осторожнее. Дикая природа была очень опасна. Гу-мастера должны были обладать, по крайней мере, третьим рангом культивирования, чтобы иметь возможность в одиночку исследовать дебри. Но это не означало, что они были в безопасности, так как множество гу-мастеров третьего ранга умирало в дикой природе. Иногда даже гу-мастеров четвертого ранга постигала та же участь. Дикие звери, ядовитые насекомые, люди, а иногда и погода, все это могло стать причиной смерти. Тем не менее, Фан Юянь собирался убить кабанов, а они часто встречались на периферии деревни. Иначе деревенские охотники не смогли бы поймать кабанов. Окружающую среду вокруг деревни время от времени очищают гу-мастера из клана. Это среда для средней стадии первого ранга, таких как я, все еще безопасно. Но я все же должен быть осторожен. Дикие звери и гу любят перемещаться. Используя опыт прошлой жизни, Фан Юянь тщательно разведал. Время постепенно шло, но Фан Юянь ничего не получил. Черт, гора Цин Маа все еще слишком велика для меня. У меня нет разведывательного типа гу, и я не знаком с этой средой. Плюс гора Цин Маа периодически очищается, поэтому найти кабана слишком сложно. Придется идти к подножию горы. Разведка Фан Юяня была безрезультатной, поэтому он передумал и пошел к подножию горы. Гора Цин Маа имеет три горные деревни. Деревня Гу Юе, деревня Семьи Сюн и деревня Семьи Бай. Деревня Семьи Сюн находится на передней части горы, деревня Гу Юе на середине горы, и деревня Семьи Бай за горным водопадом. Кроме трех деревень, у подножия горы разбросаны десятки крошечных деревень, в которых жили смертные. Три горные деревни разделили эти маленькие деревни между собой, тайно контролируя их. Как только им не хватало семейных слуг, они их выбирали из этих маленьких деревень, но они не выбрали бы Гу-мастеров. Воспитывая Гу-мастера, они будут выбирать только члена клана. Даже если бы они знали, что среди этих смертных встречаются талантливые люди, хотя и редко они все равно не использовали бы их, этот мир был сильно связан с родословной, и удержание власти среди родственников гарантировало политическую стабильность, в которой нуждался клан. Для того чтобы расширить свою территорию, многие горные деревни приняли в свою систему чужаков. В конце концов их скрытая сила стала известна и вызвала внутренние конфликты, что привело к распаду или ослаблению всего клана. Независимо от установления мира, политическая власть по-прежнему базировалась на военной силе, и это правда. А войска, это отдел грубой силы, представляющий мощь, контролируя мощь, человек приобретает статус и авторитет. Конечно, правила клана не всегда постоянны, они также принимают новую кровь. Каждый год были посторонние, вступающие в брак в клан. Они оставляя свой статус слуги, и дети, которых они рожали, становились Гу-юэ, членом клана нового поколения. Это все равно, что соединить крошечный ручей с родником. Не стоит недооценивать этот ручей, так как без него родник был бы неподвижен, и со временем высох. С ним же была жизнь, и родник становился еще сильнее. Предыдущая слуга Фан Юяня Шин Цуи делала ставку на эту идею выйти замуж за Гу-юэ и оставить ее статус слуги. Фан Юянь покинул гору и через 30 минут увидел густой дым, поднимающийся из-под горы. Через некоторое время он увидел широкий холм и деревню вокруг этой области, рядом с небольшой рекой. Небольшие деревни вокруг были под властью деревни Гу-юэ. Несмотря на то, что они были рядом, небольшие деревни были не такими безопасными, поэтому требовали регулярной очистки. О, на горной тропе, приближающейся к деревне, Фан Юянь нашел следы на земле. Его прошлый опыт подсказал ему, что это следы кабана, погоня. У Фан Юяня поднялся дух. Следуя подсказкам, он углубился в горы. Зеленый мох растекался по камням. Вековые можжевеловые деревья и высокие сафоры заполнили лес. Под сильным солнечным светом горные леса были еще более глубокими и безмятежными. Густой подлесок вдруг немного сдвинулся. Несколько оленей, поедающих роскошную траву, подняли глаза, бдительно глядя на кусты. Их уши дернулись. Кусты, которые были ростом в половину человека, раскололись, и оттуда вышел молодой человек. Его кожа была бледной, а черные волосы короткими. На нем была скромная льняная рубашка. Это был Фан Юянь. Свист. Несколько диких оленей были напуганы, и их четыре тонкие конечности быстро замелькали. Через мгновение они исчезли из поля зрения Фан Юяня. Это самка. Их мех можно использовать, чтобы сделать теплую одежду. А мясо оленя также является пищей для гу. Если это самец рога, самые ценные, иногда они даже являются необходимыми ингредиентами для развития гу. Дикая природа была опасна во всем, и в то же время она хранила большие сокровища. Фан Юянь посмотрел в том направлении, в котором они убегали, и отвел взгляд. Его целью были кабаны, а не эти олени. Он продолжал двигаться. Раздался звук жужжания. Приближаясь к этим звукам, Фан Юянь остановился. Улей. Он посмотрел вперед и увидел улей, висящий на дереве. Улей был массивным размером сплетеную корзину. Он был сероватого темно-желтого цвета. За пределами пчелиного гнезда летало несколько десятков пчелиных солдат. Иногда несколько рабочих пчел входили и выходили. В улей есть мед, и мед это пища для медвежьей силы гу. Вот почему семья Сюн имеет большой спрос на мед. Этот улей небольшой, и шансы появления гу невысоки. Если бы у меня была бронзовая кожа гу, я мог бы рискнуть забрать мед. Как жаль, подумал Фан Юянь. В этом мире не все насекомые являются гу. Гу – дух мира, тело законов. Как это может быть так дешево? Среди роя насекомых обычно только король насекомых, гу. Но это зависит от их размера и развития. Поэтому если рой слишком мал, нет и гу. Улей перед ним, например, поскольку слишком мал, имеет низкий шанс существования гу. Фан Юянь обогнул улей и продолжил идти вперед. Следы кабана становились все более отчетливыми, и Фан Юянь знал, что он приближается к нему, поэтому он стал более осторожным, так как кабаны были очень опасны. Кабан – не то же самое, что и свинья. Когда взрослый кабан сражается с тигром, тигр может проиграть. В этом мистическом мире дикие звери тоже непросты. О, вот это ситуация. Когда Фан Юянь, наконец, нашел кабана, он увидел, что тот упал в огромную яму. Острый зеленый бамбук, расположенный на дне ямы, он пронзил кабана и вызывал кровотечение. Увидев скопление крови в яме, он мог сказать, что кабан уже был в ловушке, по крайней мере, 15 минут. Но кабан продолжал бороться, скулить и выть все еще полной жизни. Эту ловушку явно устанавливают охотники. «Подумать только, я пожинаю их плоды», – Фан Юянь улыбнулся, но выражение его лица было мрачным. Эти ловушки угрожали ему. Если бы он упал в нее, то умер бы через полчаса. Хотя окрестности деревни регулярно очищались, охотники часто приходили охотиться и расставляли множество ловушек. Некоторые из них могли быть различимы, в то время как другие были абсолютно скрытыми. И если Фан Юянь не сможет обнаружить их, он может попасть в ловушку. Любая область в этой горе может иметь ловушку, созданную охотниками. Но охотники, с каждой расставленной ловушкой, сообщают друг другу об их местонахождении. «Кажется, мне нужно найти старого охотника и узнать о местах ловушек от него, наряду с активностью диких зверей в окружающей области. И с этими разведданными мне не пришлось бы тратить время, пытаясь найти иголку в стоге сена», – так размышлял Фан Юянь. «Не иметь разведывательного типа гу было проблемой. Но найти хорошего разведывательного типа гу было непросто. На короткое время он едва мог обойтись разведданными охотника. С такой мыслью Фан Юянь встряхнул запястье, и лунный клинок вылетел, легко ударив кабана. Свист. С кольцом света весь лунный клинок прорезал шею кабана и вызвал длинную и тонкую рану. Затем с хлопком кровь фонтаном хлынула из него. Извергающаяся кровь заставила рану стать больше, и в результате фонтан крови также увеличился. Кабан визжал, метался, используя последнюю свою энергию. Пока его движение не становилось все меньше и меньше, Фан Юянь молча смотрел на сцену агонии, его лицо было спокойным. Жизнь дикого кабана угасла, его глаза смотрели широко, мышцы на его теле дергались, и теплая кровь заполняла ловушку, густой запах крови пропитывал окружение. Выживание или смерть – это основа природы, он вздохнул в глубине души. В этот момент послышались человеческие голоса. Второй брат Ван, в нашей деревне нет никого лучше тебя в охоте, особенно в убийстве диких кабанов. Старый Ван вашей семьи – король охоты всего региона, кто не знает его великого имени. Верно, второй брат Ван унаследовал способности старого охотника. Начать охоту на кабана – это все равно, что уже поймать его. Второй брат Ван, почему младшая сестра Ван не пошла с тобой сегодня? После всей этой шумихи, серьезный и строгий голос сказал. Хэм, охота на кабана, как она может показать мои истинные способности? Сегодня я убью трех кабанов, вот увидишь. Эргоудан, перестань желать мою сестру, или я тебя побью. Эргоудан парировал. Мужчины и женщины женятся, когда они совершеннолетние. Что плохого в том, чтобы любить маленькую сестру Ван? Более того, разве я единственный, кому она нравится в твоей деревне? Второй брат Ван, тебе уже девятнадцать. На мой взгляд, ты должен жениться и уже иметь детей. Голос снова заговорил. Хэм, я настоящий мужчина. Как я могу жаждать такого маленького искушения? Однажды я покину эту гору Цинмао и следую мир, узнаю обо всем под небом, что действительно будет соответствовать моему мужественному статусу. Сказав это, четверо молодых охотников вышли из леса. Лидер охотников был высокого телосложения, с луком и стрелами, его мышцы выпирали, а глаза, полные духа, показывая мощную ауру. Когда он увидел Фан Юяня, он нахмурился и закричал. Хэм, из какой ты деревни, пацан, как ты смеешь пытаться воспользоваться мной, Ван Ир? Исчезни. Глава шестьдесят шесть. Смерть человека сродни смерти свиньи. Исчезнуть. Услышав слова Ван Ира, Фан Юянь тут же холодно ухмыльнулся и взмахнул ладонью перед ним. Свист. С легким звуком вперед вылетел голубой лунный клинок. В то же время он вложил силу в ноги и бросился навстречу четырем охотникам. Гу-мастер. Охотники были ошеломлены и закричали, увидев лунный клинок. Лунный клинок уже летел, и они бросились уклоняться. Человек не уклонился достаточно быстро, и его правое предплечье было поражено лунным клинком. Тут же его кости и плоть разделились, все запястье и предплечье рассеклось и упало на землю. А-а-а-а. Он лежал на земле, крича от страха и боли. Его левая рука была похожа на орлиный коготь, сжимающий правую руку. Его правая рука извергала ярко-красную кровь без остановки, быстро окрашивая землю в красный цвет. «Пощадите меня, мы обидели вас ненамеренно». Два других смертных, увидев состояние своего спутника, побледнели без следа кровинки на лице. Они поспешно опустились на колени, кланясь Фан Юяню без остановки. «Хэм, кучка педиков, чего вы боитесь? Это просто ученик Гу». Только Ван Ир все еще стоял. Фан Юянь напал без предупреждения, и это заставило его испугаться и рассердиться. Его руки спрятались за спину, откуда он быстро выхватил лук и стрелы. «Остановись, уходи, или я пристрелю тебя!» Крикнул Ван Ир и сделал шаг назад, подготавливая стрелу. «О, Фан Юянь сузил глаза. Этот Ван Ир был довольно несговорчив. Обычно, когда смертные видели Гу мастеров, они сжимались от страха. Но этот человек мог сохранять спокойствие. Он довольно смелый. Свист. Еще один лунный клинок выстрелил в сторону Ван Ира. Неблагодарный ублюдок. Ван Ир фыркнул, и намерение убийства поднялось из его сердца. Он сделал шаг в сторону и уклонился от лунного клинка, выпустив стрелу. Стрела была быстрая и со свистом достигла Фан Юяня. Фан Юянь нырнул, слегка опустив голову и уклоняясь от стрелы. Он продолжил мчаться вперед, быстро достигнув Ван Ир. Ван Ир храбро выбросил лук из рук и сжал кулаки, бросаясь в сторону Фан Юяня. Он был крупного телосложения, с крепкой спиной, как у волка, а талия, как у пчелы. И он был, по крайней мере, на 50 сантиметров выше, чем Фан Юянь. Солнечный свет сиял позади него, и когда Фан Юянь бросился к нему, он увидел темную тень, свисающую над его лицом. Его глаза, словно у волка, испускали убийственное намерение. Нет, быстро прекрати. Двое охотников, видя, что они собираются столкнуться друг с другом, со страхом закричали, умри. Глаза Ван Ира были свирепы, а мышцы на его лице дернулись, показывая его зловещее и безумное выражение, как у кровожадного злого волка. Оба его кулака полетели в сторону Фан Юяня. Бум! Его кулак был быстрым и тяжелым, даже разрезал ветер. Фан Юянь мог видеть, как кулак становится больше прямо на его глазах, но его выражение было неизменным, когда он сделал шаг вбок, свист. В решающий момент он уклонился от кулака и сильно повернул свое тело, отбросив левую руку Ван Ира. Ван Ир зловеще рассмеялся и взмахнул кулаком по горизонтали. Его кулак собирался достигнуть спины Фан Юяня, но в этот момент яркая вспышка солнечного света вошла в его зрачок. Его спина изначально была обращена к солнцу, и теперь, когда он обернулся, пронзительный солнечный свет на мгновение заставил его глаза болеть, и его зрение помутнело. Фан Юянь ухмыльнулся и подпрыгнул в воздухе, уклоняясь от кулака Ван Ира, одновременно махнув правой рукой. Пью, третий лунный клинок пролетел по траектории солнечного света. Чувства Ван Ира покалывали, когда он почувствовал невероятную опасность. Он повернул голову, и в следующий момент жуткий лунный клинок пролетел мимо. Будь осторожен, брат Ван Ир, неужели он избежал этого? Двое, стоя на коленях на земле, забыли просить прощения в этот момент, пристально наблюдая за сражением. Пронзительный солнечный свет сиял на их лицах. В этот момент время, казалось, замедлилось, окружающий звук исчез, и мир замолчал. Палящее полуденное солнце проложило белый фон, и на этом фоне тело Ван Ира стало черной тенью. Его мускулистое тело вытянулось в воздухе в форме полумесяца, как натянутый лук, полный мужской привлекательности. Он опустил голову, пытаясь уклониться от лунного клинка. Лунный клинок летел, как улитка в воздухе, его жуткий голубой свет был почти невидим под солнечными лучами. Белый фон, черная тень и голубой лунный клинок. Эти трое на мгновение создали блестящую сцену, полную жизни и смерти. Лунный клинок полетел выше. Тень, которая представляла Ван Ира, плавно приземлилась, по своей траектории движения. Он был в целости и сохранности, уф, видя это, молодой охотник вздохнул с облегчением, он уклонился. Другой охотник внутренне подбадривал себя, но в этот момент, маленький кусочек головы тени вылетел вместе с красной жидкостью, отделяясь от тени и фонтанируя в разные стороны. Голубой лунный клинок постепенно рассеялся в воздухе. Эта черная тень была похожа на сломанный лук, так как энергия, накопленная в ней, сразу же исчезла. Она превратилась в красивый, но грустный опавший лист, бесшумно приземлившийся на землю. Зрачки двух охотников сжались до размера иголки. Их рты были широко раскрыты. Шлеп, ярко-красная жидкость брызнула им на лицо. Оба прикоснулись к своим лицам, кровь. Они очнулись, по их мнению, время пришло в норму, и звуки вернулись. Птицы щебетали, вода текла, и их спутник кричал, хватая свою разорванную руку. Второй брат Ван позвал охотник, его голос был полон ужаса. Все это время Ван Ир был их лидером. Он мертв, выкрикнул другой охотник с ужасно мрачным лицом. Брат Ван Ир, наш самый сильный охотник. Еще минуту назад он разговаривал с нами, и в следующее мгновение он мертв. Он не должен был сердить гумастера. Мы, смертные, не соперники гумастерам. Оба охотника были напуганы и шокированы. Они были похожи на статуи, стоящие на коленях. Фан Юань поднялся с земли. Ранее, чтобы избежать кулака Ван Ира, он повернулся в воздухе и потерял равновесие. После броска лунного клинка он упал на землю. Но это падение того стоило, так как удар Ван Ира заставил бы его плевать кровью. В конце концов, у Фан Юань не было защитного Гу, а его телу было всего 15 лет. Теперь он встал. За исключением того, что его плечи болели, у него практически не было травм. Этот Ван Ир очень силен, намного сильнее, чем слуга семьи Мо, Гаован. Если любой другой ученик столкнулся бы с ним, они без сомнения проиграли бы. Даже Гу-мастер высшей ступени первого ранга мог проиграть ему по неосторожности. Фан Юань пристально смотрел на труп Ван Ира. Гу-мастерам все еще угрожали гениальные смертные мастера боевых искусств. Когда они находятся на первом ранге, Ван Ир действительно был опытным. Его навык стрельбы из лука был быстрым и надежным, с этим он мог соответствовать лунному клинку. На самом деле, лунный клинок может быть даже хуже, так как стрела имеет большую дальность. Его боевое мастерство достигло пика смертных, сильное тело с крепкими костями. И он был также безжалостен. Со слабым телом, Фан Юань не мог сражаться с ним напрямую. Поэтому любой другой ученик, несомненно, проиграл бы. К несчастью для Ван Ира, он встретил Фан Юаня. Как только он появился, Фан Юань заметил его лук и сделал вывод, что нельзя сражаться с ним на дальних дистанциях. Лунный клинок имел дальность всего 10 метров. Лук имел гораздо больший радиус действия, чем лунный клинок. Поэтому Фан Юань отбросил дальний бой. Он быстро подобрался ближе и уменьшил разрыв между ними, показав боевую стойку. У Ван Ира не было выбора, кроме как отбросить свой лук и физически сразиться с Фан Юанем. Но Фан Юань на самом деле не думал о ближнем бою с Ван Иром. Он использовал угол солнечных лучей и вызвал у Ван Ира слабость в возможности видеть, прежде чем бросить свой третий лунный клинок. Он был уже на средней стадии, и с усовершенствованием ликерного червя лунный клинок имел силу атаки гумастера высшей стадии. На таком близком расстоянии, с ослабленным зрением Ван Ира, его поражение было гарантировано. Но этот Ван Ир действительно искусен. Я хотел обезглавить его, но в решающий момент он положился на свои чувства и рефлексы и наполовину уклонился от моей атаки. В результате чего мой лунный клинок отрезал только половину его головы. Жизнь и смерть – закон природы. Все живые существа равны, и каждый имеет право выжить и быть убитым. Могут быть королевские и низшие существа, но перед лицом смерти, смерть человека ничем не отличается от смерти свиньи, какая разница, они оба мертвы. Фан Юань в последний раз взглянул на труп Ван Ира и вздохнул. Глава 67. Не волнуйтесь, я пощажу вас. Корни деревьев проникают в горную почву, позволяя их зеленым ветвям тянуться к небу. Толстые и массивные стволы деревьев стояли друг за другом, на равном расстоянии друг от друга. Их пышные ветви и листья переплетались в воздухе. Под самыми деревьями стоял деревянный дом. Он был сделан полностью из твердой толстой коры, давая ощущение надежности. Этот дом построен достаточно давно, поэтому на поверхности дома рос зеленый мох, и на некоторых стволах деревьев начали прорастать нежные маленькие веточки. Вокруг деревянного дома был высокий и большой забор, построенный из зеленого бамбука. В задней и передней части был разбит огород, а в середине поля вырыт колодец. Сейчас молодая и красивая девушка черпала воду из колодца. Несмотря на то, что она носила простую одежду, все равно было трудно скрыть ее телосложение. Ей было 16 лет, и у нее была большая пара черных глаз, чистых, как кристаллы. Солнечный свет проникал сквозь переплетающиеся и пышные листья дерева, отражаясь на ее лице, словно это был белый снег. Также он оттенял ее нежный полупрозрачный румянец щек и нежность кожи. Ее черные волосы непослушно свисали и наполовину прикрывали ее милые мочки ушей. Розовые губы были поджаты, и она плотно стиснула идеально белые зубы. На ее лице было выражение полной концентрации. Она изо всех своих сил пыталась вытащить ведро воды из колодца. Еще раз вдохнув, она наконец перенесла ведро на землю. Фуф! Молодая девушка вытерла лоб бледной рукой и выдохнула, а потом стала обмахивать лицо рукой как веером. Услышав, как ведро упало на землю, вышел старик из открывшейся двери дома. Когда-то черные волосы старика теперь были изрядно седыми, а на лице были видны морщины. Хотя его глаза выглядели усталыми, иногда в них был заметен намек на блеск. Так выглядит старый тигр. Хотя он и старый, его авторитет все еще очевиден. Дочка, это ведро слишком тяжелое, дай мне его нести. Почему ты опять пытаешься полить растение тайно за моей спиной? Старик посмотрели на молодую девушку с любящим выражением. Отец, ответила девушка сладко. Ты вчера охотился до поздней ночи, я хотела, чтобы ты сегодня поспал. Это просто ведро с водой, смотри, я могу его нести. Видишь, ты всегда любишь действовать непреклонно. Голос старика звучал беспомощно, но в его глазах снова светилась любовь. Он за несколько шагов добрался до колодца, протянул руку и легко схватил ведро. Пойдем, дочка, давай вместе польем растение. Воздух был наполнен запахом дикой травы и цветов, а летний ветер дул тепло и проходил мимо деревьев, превращаясь в порыв освежающего ветра. Деревянный дом на горе имел поле овощей, и девушка использовала ведерко, чтобы их полить. Отец носил воду, по очереди двумя ведрами. В этом крошечном пространстве царила атмосфера любящей семьи. Эх, я слишком стар, всего несколько ведер, и я уже истощен. Спустя некоторое время, старик стоял у колодца, вытирая под солба и глубоко вздыхая. Девушка повернула голову назад, улыбаясь, и произнесла. Отец, ты наконец это понял, ты уже такой старый, но все равно хочешь быть постоянно сильным. Сколько раз я тебе говорила, пусть второй брат охотится, ты должен отдыхать дома и наслаждаться жизнью в этом возрасте. Хе-хе-хе, засмеялся старик, кивнув. Полагаясь на свои способности, он может легко бродить по этой горе. С его навыками стрельбы из лука, он даже превосходит меня в юности. Но я все еще не могу чувствовать себя в своей тарелке. Его сердце слишком дикое, и только с боевыми навыками он хочет взлететь. Эх, молодые люди любят воображать, они все имеют эту проблему. Отец, девушка остановилась на полуслове. Старик рассмеялся еще более сердечно, с озорным намеком в голосе. А да, ты все еще здесь, ты уже взрослая, пора выходить замуж. Я найду тебе хорошего партнера, и с твоей внешностью нет проблем с поиском хорошей семьи. Лицо девушки покраснело, как помидор. Сразу же она почувствовала себя слишком смущенной, пока не потеряла дар речи. Старик посмотрел на небо, представляя себе великое будущее, и вздохнул. Как только твой второй брат потерпит неудачи и ограничит свою натуру, я уйду на пенсию и никогда не пойду в горы. Потом я найду тебе хорошую семью и посмотрю, как ты выйдешь замуж и заведешь детей, желательно пухлого мальчика. Хе-хе, твой отец хочет заботиться о своем внуке. Это все, чего я хочу. Жизнь человека нелегка, и какой шанс у охотника иметь хороший конец. Эх, все мои партнеры и товарищи уже умерли, я единственный остался. Отец, ты ошибаешься, пыталась утешить его девушка. Что значит, остался только ты? У тебя все еще есть мы. Хе-хе, хе-м. Старик засмеялся и собирался ответить, но вдруг услышал звук и повернул голову. Маленький вход в бамбуковую ограду был кем-то сломан снаружи. Ты, старик Ван? Да. С холодным выражением лица Фан Юань с его жуткими глазами шагнул вперед с сиянием лунного света в правой руке. Старик был потрясен, когда увидел лунный свет на руке Фан Юаня. Он быстро опустился на колени, отдавая дань уважения гу-мастеру. Старик Ван, твой сын посмел оскорбить меня, я казнил его. Принесите его труп. Фан Юань гордо стоял, глядя на колено преклоненного старика, когда произносил это. Как только он сказал, два молодых охотника принесли труп Ван Ира. Увидев этот труп, старик Ван затрясся всем телом. Второй брат, молодая девушка жалобно закричала, бросившись вперед и схватив труп Ван Ира. Ее лицо покраснело от слез. Дочь семьи Ван, двое молодых охотников, видя плачущую перед ними девушку, которую они любили, почувствовали себя ужасно. Они хотели утешить ее, но не сказали ни слова. Старик Ван, я слышал, что ты охотник, лучший среди малых деревень, охотиться в таком возрасте и получать хороший результат каждый раз это потрясающе. Фан Юань остановился здесь на мгновение и продолжил без выражения. Нарисуй мне карту всех ловушек близлежащей горной местности, а также результаты твоих наблюдений за территориями диких зверей из твоего опыта охоты все эти годы. Нарисуй это для меня и я избавлю твоего сына от греха оскорбления меня, если нет. Эти деревни находились под контролем деревни Гуюэ. Все жители деревни были фермерскими рабами клана Гуюэ. С преступлением Ван Ира за оскорбление своего мастера, согласно правилам клана, вся его семья будет обречена. Тело старика Вана снова затряслось, он почти упал на землю. Такое потрясение было для него слишком внезапным и сильным. Убийца, ты убийца, который навредил моему брату. Ты относишься к жизни человека, как к животному, и ты смеешь стоять перед нами. Я отомщу за своего брата, закричала девушка, и ее голос был полон ненависти и гнева по отношению к Фан Юань. Она бросилась к Фан Юаню, но на полпути была остановлена. Это были не два молодых охотника, а ее отец, позорная негодница. Крикнул старик Ван и отвесил дочери такую пощечину, что она упала на землю. Твой второй брат мертв, ты тоже хочешь умереть? Ты хочешь, чтобы твой старый отец остался старым и одиноким навсегда? Старик сильно закричал, все его тело яростно дрожало. Отец, молодая девушка очнулась от крика, и слезы полились ручьем из ее глаз. Ее голос был полон печали, жалости, ненависти и беспомощности. Старик повернулся лицом к Фан Юаню, опустился на колени и коснулся головой земли, глубоко распростершись перед его ногами. Его голос дрогнул, когда он сказал. Господин гумастер, мой сын оскорбил вас и заслужил смерть. Я нарисую для вас карту, пожалуйста, пощадите нас. Выражение лица Фан Юаня стало мягче. Он высокомерно посмотрел на старика и сказал. Будь спокоен, если ты нарисуешь карту честно, я пощажу вас. Но не думай лгать мне, потому что если я найду что-то подозрительное, я вас убью. Я понимаю, понимаю. Старик Ван присмыкался без остановок. Пожалуйста, господин гумастер, позвольте мне взять мою кисть и бумагу. Нет необходимости, Фан Юань махнул рукой. Глядя на двух охотников, он приказывал. Войдите в комнату, найдите бумагу и кисти принесите лих. Да, господин гумастер, двое молодых людей не смели бунтовать под властью Фан Юаня. Господин, бумага и кисть на квадратном столе на кухне, сказал старик Ван. Глаза Фан Юаня засияли, но он продолжал молчать. Охотники ворвались в дом и быстро достали бумагу и кисть. На южной территории бумагу специально делали из бамбука. Плохого качества и бумага была жесткая с зеленым покрытием. Такая бумага подходила для влажной погоды южной территории. Если бы это была рисовая бумага, она могла бы быть уничтожена через неделю из-за влаги. Старик взял кисти и опустился на колени, рисуя черные линии, кривые или точки. Он использовал более 10 бамбуковых бумаг, прежде чем передать их Фан Юаню. Фан Юань посмотрел на них и разделил эти бамбуковые бумажки на две части, передав их двум охотникам. Посмотрите, есть ли какие-то несоответствия. За каждую найденную ошибку я дам вам один первобытный камень. Глава 68. Нет невинности в природе. Два охотника взяли бамбуковые бумажки, их руки дрожали, а глаза сияли. Это весь жизненный опыт и усилие охотника Вана. Мы, охотники, стараемся поддерживать связь. Но это касается только размещения ловушек. Мы не рассказываем друг другу об ареале диких зверей. Эти бамбуковые бумаги, это информация, которую собрал не только охотник Ван, но и его предки. Оказывается, в этой долине есть стадо диких оленей. Ха-ха. После того, как я поохочусь на этих диких оленей, мне не придется беспокоиться о расходах в течение следующих трех месяцев. В этом ручье есть пещера горных медведей. Как близко. Я охотился в этом регионе в последний раз. Запомнить. Я должен запомнить все это. Это была ценная информация, можно сказать, еда для охотника. Как правило, данные собирались не в течение одного поколения, а начиная с предков. Этот опыт и информация были заработаны их кровью и жизнью. Но род старикавана всегда зарабатывал на жизнь охотой. Когда дело дошло до старикавана, он достиг пика своей родовой линии, став знаменитым охотником номер один. Информация, находящаяся в руках такого человека, является наиболее полезной и правдивой. Два молодых охотника проверяли ее в течение почти 15 минут, сравнивая с картой несколько раз. Только после того, как Фан Юань поторопил их, они, наконец, неохотно передали бамбуковые бумаги. В течение этого периода старик Ван стоял на коленях на земле, его лоб касался земли, так он выражал свое уважение. Девушка лежала на земле, как будто лишилась жизни. Нет никаких проблем, господин. Области ловушек в этих бамбуковых бумагах точны, так ответили двое. Господин гумастер, это касается меня и жизни моей дочери. Я точно не буду лгать вам. Старик на земле кричал и продолжал кланяться. Им-им-им, неплохо. Фан Юань взмахнул стопкой бамбуковых бумаг, но внезапно его слова изменились. Но я не верю этому. Старик Ван поднял голову, но увидел лишь жуткий голубой лунный клинок, увеличивающийся в отражении его зрачка. Фью, голова взлетела в воздух, и свежая кровь брызнула во все стороны. А-а-а, господи, это. Два молодых охотника были застигнуты врасплох. Шок и недоумение читались на их лицах. Отец, молодая девушка громко закричала и бросилась к обезглавленному трупу старика Вана, но на полпути лунный клинок полетел к ее лицу. Шлеп. Она упала на землю, бездыханная. На ее красивом лице, от лба до подбородка, медленно показывалась тонкая красная линия. Линия стала толще. Когда свежая алая кровь начала сочиться, стекая по половине носа и губ, струи потекли на черную землю, окрашивая половину ее лица в ярко-красный цвет. Другая половина ее лица все еще была такой же красивой, кожа оставалась светлой и розовой. Под ярким голубым небом она казалась еще более блестящей, как произведение искусства. Так, по крайней мере, она выглядит прилично. Фан Юань с нежностью посмотрел на мертвую девушку и удовлетворительно кивнул. Используя первобытную сущность средней стадии первого ранга, лунный клинок мог разрезать кость. Теперь, когда он использовал первобытную сущность высшей стадии, он мог разрезать сталь. Дочь семьи Иван, молодой охотник в отчаянии упал на землю, увидев ее гибель собственными глазами. Господин гумастер, пощадите нас. Другой охотник чувствовал оцепенение и чуть не умер от шока, плюхнувшись на землю. Вставайте, войдите внутрь и обыщите. Приказал Фан Юань. Я знаю, что семья охотников всегда хранит карту из звериной шкуры. На ней находится местность, места ловушек и территории зверей. Найдите ее, и я сохраню ваши жизни. Да, 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 мы начнем искать немедленно. Дайте нам немного времени, господин гумастер. Двое встали и отчаянно побежали в деревянный дом. Вскоре оттуда донеслись звуки опрокидывания и падения вещей. Но спустя некоторое время, несмотря на то, что охотники обыскали дом, карта из звериной шкуры так и не была найдена. Господин, дайте нам немного времени, мы найдем ее. Два охотника были в ужасе. Они стали искать просто отчаянно, круша все на пути, вещи, мебель, посуду. Черт, где она находится? Появись, пожалуйста, появись. Так они бормотали, а их тела дрожали, и глаза налились кровью. Бесполезный мусор. Фан Юань медленно вошел в дом. Господин, господин, простите нас, пожалуйста. Ах, два молодых охотника задрожали, словно наэлектризованные, и упали на землю, умоляя сохранить им жизнь. Фан Юань проигнорировал их и осмотрел дом. В доме было четыре комнаты, гостиная и кухня. Вся мебель была в беспорядке, как будто дом обыскивали. Фан Юань медленно вошел, его шаги отзывались эхом в деревянном доме. Его действительно обыскали, что-то неправильно. Почти у каждого охотника есть карта из звериной шкуры, унаследованная в течение поколений, совершенствующаяся по пути. Это средство к существованию охотника, как они могут ее не иметь? Фан Юань задумался. Кроме того, я проверил этого старика воноранее, нарочно заставляя двух охотников искать бумагу и кисть. Старик сразу же назвал расположение бумаги и кисти, вероятно, беспокоясь, что они могут найти карту из звериной шкуры. Значит, она должна быть в этом доме. Фан Юань снова осмотрел дом, и вдруг его озарило, когда он посмотрел на камин. Там были остатки угля. Фан Юань подошел к камину, медленно присел на корточки и, взяв лопату, выкопал уголь. Большая часть древесного угля до сих пор имела свою деревянную форму. Он был ломким и легко разбивался надвое. О! Фан Юань внезапно обнаружил блок древесного угля, который был очень жестким и тяжелым, а не легкий, как другие блоки древесного угля. Он использовал лопату, чтобы вытащить этот угольный блок, бросив его на землю. Уголь разлетелся на куски, раскрыв бамбуковый тубус. Два охотника ахнули в этот момент. Фан Юань взял бамбуковый тубус и открыл его с одной стороны, встряхнув из него выпала карта. Карта была тяжелее, чем стопка бамбуковой бумаги. Она была сделана из куска кожи белого зверя. Шкура зверя была огромной, более метра в длину и полметра в ширину. На ней были черные, зеленые, красные, желтые и синие линии, образуя сложную карту. Фан Юань был слегка ошарашен, глядя на нее. Диапазон карты был очень велик, простираясь далеко за пределы деревни. Будучи смертным, было нелегко наметить такие отдаленные районы. Его взгляд был сосредоточен на пяти местах, где паслись стада кабанов. Два были небольшого размера, два – среднего размера, и было большое стадо кабанов. Посреди большого стада стоял гигантский красный крест. Увидев этот крест, Фан Юань хихикнул. На бамбуковых бумагах не было такой маркировки. Двое молодых охотников также просмотрели бамбуковые бумаги и не обнаружили никаких проблем. Это была их собственная неопытность. Они разбирались только в некоторых зонах. Этот красный крест был далеко за пределами деревни, и из этого можно было увидеть хитрость старика Вана. Вот почему Фан Юань убил их. Чтобы охотиться на кабанов, ему нужна была такая карта из звериной шкуры. Его не убедила бы карта, нарисованная другими. Только такая настоящая карта может быть надежной. Фан Юань слышал всевозможных высказываний в свой адрес в своей прошлой жизни. Одного слова «исчезни» было недостаточной причиной, чтобы убить Ван Ира. Услышав разговор четырех охотников около ловушки для кабанов, Фан Юань уже спланировал свое убийство. Убийство Ван Ира давало ему повод получить карту. Почему бы не убить его? Фан Юань не будет убивать ради убийства. Убийство – это только метод. Если он может решить проблему, используя этот метод, то почему нет? Старик определенно должен был умереть, даже если он сможет выдержать смерть своего сына. Фан Юань не успокоится. Иначе это был бы случай при вырубке сорняков. Надо добраться до корней. В противном случае сорняки вернутся с весенним ветерком. Что, ты сказал убийство невинных? Хе-хе, независимо от того, какой мир, пока люди живут в этом мире, они будут переплетены кармой. Как кто-то может быть невинным? Люди убивают свиней. Разве свиньи не невинны? Большая рыба ест мелкую рыбу, а мелкая рыба ест креветок. В природе есть только пищевая цепочка. Нет невинности. В этом мире любой может жить, любой может умереть, но никто не невинен. Глава 69. Жизнь дешевая, как трава. Карта из звериной шкуры была очень толстой, в отличие от бумаги, которую можно было легко сложить и носить с собой. Фан Юань мог только свернуть звериную шкуру и положить ее обратно в бамбуковый тубус. Он связал оба конца бамбукового тубуса веревкой и нес его на спине. Два охотника уставились на бамбуковый тубус. В их глазах светилась жадность. Они не были идиотами. Они знали ценность карты. Эта карта, то, на что гумастера даже не потрудились бы взглянуть, но для смертных, особенно охотников, таких как они, это было самое ценное сокровище. Старик Ван смог стать знаменитым охотником. Его имя известно по всей округе и за ее пределами. И карта внесла в это большой вклад. Это была настоящая семейная реликвия. Я собираюсь спросить вас. В роду старика Вана есть кто-нибудь еще? Взгляд Фан Юаня был темным, а его тон холодным. Когда он задал вопрос, двое молодых людей, стоявших на коленях на земле, вздрогнули, услышав этот вопрос от Фан Юаня. Они думали о том, что произошло ранее, и жадность с их лиц исчезли в одно мгновение, сменившись страхом и ужасом. Больше никого нет, вся семья мертва, господин гумастер. У охотника Вана изначально была жена, но это было несколько десятилетий назад, и она была убита дикими волками, которые вторглись в деревню. Перед смертью она родила двух сыновей и одну дочь. Но старший сын Ван да умер на горе во время охоты три года назад. В семье Ван больше никого нет. Таков был немедленный ответ двух молодых охотников. Это так, Фан Юань сузил глаза и посмотрел на двух мужчин, стоящих перед ним на коленях, зная, что они говорят правду. Когда жизнь и смерть находятся в руках кого-то, вероятность лжи становится очень малой. Но он все равно спросил, вы соврали мне, мы не посмеем лгать, господин, я, я кое-что вспомнил. У старика Вана на самом деле также была невестка, старая жена Ван да. Но после того, как Ван да исчез, его жена умерла из-за разбитого сердца. В том году в деревне даже специально воздвигли памятную арку непорочности. Но ходят слухи, что жена Ван да хотела выйти замуж еще раз, и на самом деле ее преследовал до смерти старик Ван. Когда ты убил старика Вана, господин, ты помог нам, гражданам, искоренив зло. Ты принес людям мир. Другой охотник быстро добавил. Верно, верно. На самом деле, господин, мы уже давно считали старого Вана неприятным. Хэм, в нем нет ничего особенного. Просто он может охотиться лучше нас. Мы все просто смертные. Но он думает, что он более особенный, чем мы, и намеренно ушел из деревни, чтобы жить здесь. Как молодое поколение, мы иногда просили его научить нас и поделиться своим опытом. Но он просто прогонял нас и никогда не позволял нам снова появляться возле его дома. Фан Юэн тихо слушал, кивая. Хотя эти двое начали унижать старика Вана в попытке сохранить свою жизнь, он не слышал никакого негодования из уст этих двух мужчин. Фан Юэн внутренне догадался, что эти двое мужчин, просящих совета по вопросам охоты, врут. Он предположил, что они просто жаждали дочь семьи Ван. Но в конце концов их обнаружил старик Ван и несколько раз жестко наказал. Отсеять нечестивых и позволить законопослушным гражданам жить в мире. Хватит такого подхалимства. Я убил их потому, что мне нужна была эта карта. Ну, вы оба показали удовлетворительное поведение, вы оба можете идти. Тон Фан Юэн смягчился, но в то же время правая рука за его спиной засияла лунным светом. Услышав это, двое молодых людей, стоявших на коленях на земле, почувствовали удивление и радость. Благодарю тебя за твою милость, господин. Господин, твою щедрость и снисходительность мы будем помнить в сердце вечно. Они ползали на земле, их сопли и слезы били через край, был слышен глухой стук. После нескольких ударов они сразу встали и повернулись, чтобы уйти. Хотя Фан Юэн был моложе их по возрасту, но после непосредственного наблюдения за тем, что Фан Юэн делал, они были переполнены страхом и ужасом, желая больше никогда не встречаться с Фан Юэнем. «Подождите», — внезапно прозвучал голос этот момент. В тот же миг раздался свист, и гумастер спрыгнул с верхушки дерева. «Вы оба стоять. Расскажите мне, что здесь произошло?» Гумастер, который только что спрыгнул, был одет в темно-синюю форму, и там был алый пояс с металлической пластиной посередине. На металлической пластине было высечено огромное слово «два». Мастер второго ранга был худощавого телосложения, его глаза были узкими, его запястья их прикрывали защитные рукава, а на икрах были прочные крепления для ног. Все его тело излучало мощную ауру. Этот простолюдин приветствует господина Цзянхэ. Двое молодых людей только что встали с намерением уйти, но как только они увидели этого гумастера, они немедленно снова опустились на колени, приветствуя в восхищении этого гумастера. Они знали, он был гумастером, жившим в деревне. Каждый год, чтобы усилить их контроль в окрестностях, деревня Гуюи отправляла гумастеров в маленькие деревни и деревушки. Это также предотвращает проникновение других сил и в то же время укрепляет оборону на границах. Этот гумастер по имени Цзянхэ не беспокоился о двух охотниках, стоящих на коленях на земле. Вместо этого, глядя прямо на Фан Юяня, он спросил холодным тоном. Я гумастер Цзянхэ из клана Гуюи, проживаю здесь, а вы? Фан Юянь слегка рассмеялся и протянул правую ладонь, где лунный свет Гуи спускал свечение лунного света из середины ладони. Когда гумастер Цзянхэ увидел лунный свет в руки Фан Юяня, его взгляд значительно смягчился. Лунный свет Гу был знаком клана Гуюи, это было то, что нельзя подделать. Этот вопрос на самом деле прост. Второй сын старика Вана обидел меня, поэтому в гневе я убил всю его семью. Эти двое могут быть моими свидетелями. Фан Юянь прямо признался со смелой и уверенной манерой, указывая на двух охотников, стоящих на коленях. Фан Юянь не лгал, и эти два охотника поспешно кивнули, ни секунды не колеблись. Цзянхэ на мгновение опешил, прежде чем начать громко смеяться, ты правильно поступил. Просто кучка жалких крестьян осмелилась оскорбить своих хозяев, они заслужили смерти. Но он быстро добавил изменившимся тоном, полным эмоций и глубокого смысла. Однако, младший, то, что ты сделал, также принесло бы мне проблемы. Хотя старик Ван живет далеко от массы и остался здесь наедине со своей семьей, они все еще жители деревни, за которых я отвечаю. Меня отправили из клана и поселили здесь, в этой деревне. Это означает, что я должен защищать жителей и быть начеку в вопросах их защиты. Теперь, когда ты убил этих людей, количество жителей уменьшится. Во время проверки в конце года оценка клана по отношению ко мне упадет. Взгляд Фан Юаня засиял, и он мгновенно понял, что этот Цзянхэ использовал это как предлог, чтобы вымогать у него деньги. Он рассмеялся и сказал, это не так сложно. Старший, вы просто должны сообщить правду. Просто скажите, что вся эта семья была убита мной, и это не имеет никакого отношения к старшему. Когда Цзянхэ услышал это, его веки дернулись. Гнев поднялся в его сердце к Фан Юаню, который не сумел оценить одолжение. Его манера говорить стала чрезвычайно торжественной. Тогда мне придется вести это дело беспристрастно. Младший, если ты не боишься расследования клана, то сообщи свое имя, я запишу все в деталях. Его слова несли в себе под текст угрозы. Если бы это был какой-то другой юноша, он бы уже испугался такого заявления. Но Фан Юань мог видеть слабость Цзянхэ, и он мгновенно сказал. Тогда старшему следует доложить, как надо. Ах да, моя фамилия, Гу Юэ, и мое имя, Фан Юань. Так ты на самом деле Фан Юань, лицо Цзянхэ, очевидно, выразила удивление на некоторое время. Я частенько слышал о тебе от моего младшего брата. Ты основательно избиваешь всех своих одноклассников, вымогая на глазах у всех и каждый раз получая 60 первобытных камней. Каждый раз, когда мой младший брат говорит об этом, он завидует тому, как легко можно заработать деньги. Не говоря уже о том времени, когда ты друг за другом выиграл ликерного червя и жабу с грязевой кожей. Такая удача заставляет людей ревновать. Ах да, мой младший брат, Цзянхэ, вы часто встречались. Так это он? Фан Юань кивнул и признался. Да, каждый раз, когда я покупал лепестки лунной орхидеи, я покупал их в магазине Цзянья. Ха-ха-ха, так как это так, то мы оба знакомы. Ну ладно, забудь об этом, я разберусь с этим делом. Когда он это произнес, Цзянхэ хлопнул рукой о грудь, выражая тем самым дух верности и самопожертвования. Он просто использовал это благоприятное обстоятельство, и никак не мог сообщить об этом. Ведь после сообщения о такой вещи, оценка клана по отношению к нему все равно упадет. Он мог бы в таком случае лишь оставить хорошие впечатления Фан Юанью. Что же касается смерти семьи Старикавана, он мог просто сообщить, что они были захвачены и атакованы диким зверем. Это расплата Старикавана за его настойчивое желание покинуть деревню, построив деревянный дом вдали от людей. Цзянхэ не боялся, что этот вопрос будет раскрыт. Это были всего несколько смертных крестьян. Их жизни были дешевой травой, кого волнует, что они умерли. Даже если клан узнает о сокрытии, вряд ли кого-то будет волновать. Такая мелочь. Но младший, ты еще не закончил академию и не имеешь форму гумастера, которую я ношу сейчас. Если бы этот ванер увидел эту форму, он бы знал о твоем статусе гумастера и не обидел бы тебя. Младший, ты умный человек, ты так не думаешь, хе-хе, сказал Цзянхэ снова. Глаза Фан Юаня вспыхнули. Слова Цзянхэ имели скрытый смысл и фактически предупреждали его. Не выбегай из академии и не броди без причины, и тебе лучше не приходить в район под моей юрисдикцией, после сегодняшнего дня, чтобы причинять неприятности и убивать людей снова. В таком случае, большое спасибо за ваш совет. Старший Фан Юань сложил кулаки, попрощавшись с Цзянхэ, и немедленно ушел отсюда. Глава 70. Использование белого кабанагу. В темноте ночи, луна похожая на серебряную тарелку, висящую высоко в небе, изливала свой водянистый лунный свет. Густые леса слегка раскрывали свои густые зеленые листья и ветви под летним ветром. Водопады грохотали падающей водой, но грохот не смог покрыть шум сверчков сандалового дерева. Фан Юань ступил на зеленую траву, тихо приближаясь к горному кабану. Голова этого горного кабана была зарыта, он пыхтел и фыркал, копал изумрудную землю мордой, роей среди почвы и травы в поисках червей. Кабан является всеядным животным. Он не только питался червями, но и воровал птичьи яйца, был искусен в охоте на диких кроликов, мышей, даже ядовитых существ, таких как змеи и скорпионы. Фан Юань медленно появился за кабаном. Под ярким лунным светом была отчетливо видна сероватая черная шкура дикого кабана. Его тело было сильным и твердым, четыре конечности, короткими и грубыми. На его спине была длинная и жесткая грива, в то время как на его ушах был редкий мех, который торчал прямо, как иглы. Каждая нога имела четыре пальца, но только два средних копали почву. Его хвост был тонким и коротким, иногда двигался, прогоняя комаров, летающих вокруг. Внезапно он перестал копать и поднял голову. В то же время острые маленькие уши кабана быстро задрожали. Хотя Фан Юань успел вовремя остановить свои шаги, этот горный кабан все же заметил его. Он немедленно обернулся и зашумел, предупреждая врага. Фан Юань не был удивлен этим. Дикое животное не было похоже на домашнее, все они были очень бдительны. Особенно кабаны, они имели острый нюх и могли найти птичьи гнезда, которые часто были скрыты очень хорошо. Даже если бы этот горный кабан не слышал никаких звуков, когда Фан Юань приблизился примерно на 100 метров к нему, он бы смог почувствовать запах его тела и все еще был бы в состоянии ощутить присутствие Фан Юаня. Хотя на данный момент у Фан Юаня было 5 гу, цикада весны и осени, ликерный червь, лунный свет гу, маленький свет гу и белый кабан гу, все эти гуни подходили друг к другу и были несовместимы. Если бы у Фан Юаня была блокировка запаха гу, которая могла скрыть запах его тела, и тихие шаги гу, которые скрыли бы шум его шагов, он смог бы подобраться на расстояние в 10 шагов от горного кабана. Однако, если бы у него были эти 2 гу, то Фан Юань содержал бы 7 гу, это заставило бы его использование первобытной сущности быть слишком большим, и ему было бы трудно обеспечить их. Гу-мастера в целом могут кормить только от 4 до 5 гу того же ранга. Таким образом, гу-мастера обычно не передвигаются в одиночку, а формируют небольшие группы из 5 или, по крайней мере, из 3 человек. В такой группе будет кто-то, специально отвечающий за обнаружение, кто-то за продвижение, кто-то за атаку, кто-то за лечение и кто-то за сдерживание противника. Фан Юань продолжил без остановки приближаться к кабану. Кабан тихо завизжал, белый мех на его шее встал дыбом, что свидетельствовало о его волнении. Наконец, когда Фан Юань был достаточно близко, ближе, чем допустимый диапазон для дикого кабана, копытами дикий зверь трижды копнул землю, а потом напряг свои мускулистые 4 конечности, опустил голову и бросился к Фан Юаню. Его верхняя челюсть была отодвинута, нижняя челюсть выдвинута и приподнята вверх, показывая два белых клыка. Под лунным светом клыки засияли, направленные в сторону Фан Юаня. У Фан Юаня не было защитного типа Гу, и если бы он был пронзен клыком, его желудок и его кишечник были бы проколоты, и он был бы тяжело ранен, а возможно и умер. Лунный свет Гу, лицо Фан Юаня было спокойным, когда он подумал, заставляя лунный свет Гу в его ладони поглотить его первобытную сущность и спустить жуткое лунное свечение, переплетающееся с лунным светом ночного неба. Дикий кабан бросился в сторону Фан Юаня, а правая ладонь Фан Юаня ударила по воздуху. Со свистом лунный клинок вылетел и ударил кабана по морде, после чего кровь брызнула во все стороны. Кабан громко завизжал, превратив свой гнев в топливо. Движения стали еще быстрее, и в мгновение ока он достиг расстояния в несколько шагов от Фан Юаня. Фан Юаня проворно прыгнул в сторону, перекатываясь и останавливая свое падение. Дикий кабан пробежал мимо Фан Юаня и с грохотом врезался в дерево позади него. Крошечное дерево было толщиной с человеческую руку. После того, как его сбил дикий кабан, оно получило разрушительный удар. Ствол дерева разорвался и разделился на две части. Фан Юань встал, быстро приближаясь к кабану, и в этот миг лунный клинок выстрелил из его правой руки. Устрашающий голубой лунный клинок прочертил прямую линию в воздухе и приземлился на кабана. На черном меху кабана было несколько тонких порезов. Травма была очень глубокая, из нее сочилась ярко-красная кровь. Лунный клинок, активированный Фан Юанем, расходовал первобытную сущность высшей ступени. Таким образом, он был в состоянии сломать даже самые жесткие кости человека за один бросок. Но у кабана это привело только к такой поверхностной травме и не повредило кости. Такой маленький кабан был настолько силен, что показывало, насколько жестокой была среда обитания в этом мире. Кабан зарычал и снова направился к Фан Юаню. Во время бега, его кровоточащая рана продолжала разрываться, и его теплая кровь выливалась, как вода. Фан Юан использовал тот же трюк, кувыркаясь в бок и уворачиваясь от его удара. Кабан, хотя и сильный и очень свирепый, имел одну слабость, он не мог маневрировать. Его скорость была быстрой, но это означало, что он не мог легко менять направление. Поэтому каждое его нападение находится на прямой линии. Пока гумастер достаточно внимателен, увернуться несложно. Бум-бум-бум. Каждый раз, когда дикий кабан заряжался, Фан Юань стрелял несколькими лунными клинками, в результате чего старые раны животного перекрывались новыми, и чем злее он становился, тем больше текла кровь. Через некоторое время, его движения замедлились и его рычание также ослабло. Маленький светгу. На этот раз, Фан Юань не только активировал лунный светгу, но и впрыснул свою первобытную сущность в маленький светгу. Лунный светгу после усовершенствования всегда оставался в правой ладони Фан Юаня, превращаясь в татуировку голубого полумесяца. После того, как маленький светгу был усовершенствован, он также находился в его правой ладони, превращаясь в форму пятиконечной звезды. В этот момент его темно-зеленая первобытная сущность вошла в два гу. Лунный светгу испускал жуткий голубой лунный свет, в то время как маленький светгу испускал молочно-белое свечение. Молочно-белый свет слился с лунным светом, и первоначально маленький кусочек лунного света мгновенно стал вдвое больше. Иди. Правая рука Фан Юаня пронеслась, и из нее вылетел увеличенный гигантский лунный клинок. При использовании только лунного света гу размер клинка был только с ладонь, но с добавлением маленького света гу размер лунного клинка и его дальность атаки также удвоились. Свист. Лунный клинок ударил кабана по шее, вползая в его сероватый черный мех. Он появился с другого конца и пролетел около 3-4 метров, прежде чем рассеяться в воздухе. Стук, стук. Кабан замер на мгновение, а затем кровь начала фонтаном бить из его ран. Он резко рухнул, половина его головы была отрезана, смыта проливающейся кровью, и только маленький кусочек плоти соединял его вместе с телом. Густой запах крови ударил в нос. Фан Юян не колебался, указывая пальцем на кабана, и белый кабан Гу, который находился в его апертуре, мгновенно превратился в молочно-белый свет и вошел в тело дикого кабана. Фан Юян стоял на месте, нервно оставаясь на стороже. Хотя карта говорит, что здесь относительно безопасно, всегда были несчастные случаи в природе. Что если зверей привлечет запах крови, через некоторое время белый кабан Гу вернулся целым и невредимым. Весь кабан сжался вдвое, оставив только сероватый черный мех и кишечник под кожей. Что касается мяса, то большую его часть съел белый кабан Гу. Но самое странное было то, что хотя белый кабан Гу съел мясо почти в тысячу раз больше его размера, он не изменился физически. На нем не было даже капли крови, так как он поддерживал вид молочно-белого Гу. В следующий раз я приду на охоту через пять дней. Фан Юян взял белого кабана Гу, но не сразу ушел. Вместо этого он достал свой нож и извлек два клыка кабана. Тело дикого кабана имело ценность. Первое – мясо, второе – мех, а третье – клыки. Но теперь мясо дикого кабана было в основном съедено белым кабаном Гу. Его шкура была полна дыр из-за лунных клинков, являясь бесполезной, даже если ее извлечь. Только эта пара клыков имела некоторое значение. Она могла быть использована как еда для некоторых Гу, которые питались зубами, или использована как катализатор для развития некоторого Гу. Фан Юян спрятал клыки в пещере, прежде чем вернуться в общежитие. Он не сразу уснул, а сел на кровать и начал культивировать. В апертуре первобытное море действовало как волны, поднимаясь и опускаясь. Фан Юян теперь был Гу-мастером средней стадии, поэтому после использования ликерного червя у него была первобытная сущность высшей стадии. Таким образом, в то время как люди его возраста имели среднюю стадию бледно-зеленой первобытной сущности, первобытная сущность Фан Юяня была темно-зеленой. Теперь, когда он убил кабана, в его апертуре было только 23% первобытной сущности. Мастер первого ранга не так силен в бою, или, скорее, окружающая среда была слишком суровой. Даже если лунный клинок мог сломать кости, чтобы убить обычного кабана, Фан Юянь должен был использовать 20% своей первобытной сущности, белый кабан Гу. Его глаза были плотно закрыты, его дух погрузился в апертуру. В апертуре хлынул поток темно-зеленой первобытной сущности, вливаясь в белого кабана Гу. Белый кабан Гу немедленно испустил яркий белый свет, и свет окутал тело Фан Юяня. Если бы кто-то посмотрел снаружи, то увидел бы, что тело Фан Юяня испускало чистый белый свет изнутри. Каждая мышца и каждый дюйм кожи Фан Юяня были пропитаны этим белым светом. Он чувствовал онемение и зуд. Когда белый свет модифицировал его мышцы, он позволил силе медленно проникать в его тело, таким образом, сохраняя эту силу навсегда. Однако через мгновение чувство онемения превратилось в боль. Эта боль была как удар током от онемения до острой боли, как порезы лезвиями бритвы. Фан Юяня поспешно остановил белого кабана Гу. Ничто длительное не является полезным. Белым кабаном Гу нельзя злоупотреблять, его можно было применять около 15 минут в день. Если превысить это время, будет ощущаться нестерпимая боль, и со временем она только усиливается. Если, несмотря на это, продолжить использовать его, можно даже умереть от боли. Глава 71. Не выделяться, даже если способен поднять кабана. Время летит, и в мгновение ока уже середина июня, стояла летняя ночь с золотой дугой луны, висящей высоко в небе и освещающей своим сиянием зеленые горные земли. Подули ветры, и листья плясали под лунным светом. Песни сверчков и лягушек звучали синхронно. Временами издали слышался волчий вой, эхом разносившийся по зеленой горе. На берегу реки ручей скребся о кусок гладкого камня. У самого берега шла битва. Горный кабан, покрытый тонкими и глубокими ранами, рыл копытами землю, а потом снова помчался вперед к Фан Юяню. Кровь лилась из ран, создавая дорожку свежей алой жидкости. Фан Юянь боролся с ним, не показывая признаков паники. Кабан был на грани смерти, но именно в эти моменты дикие звери являются самыми опасными. Используя последний оставшийся потенциал их жизней, с безумием и упорством они могли нанести серьезную травму в любой момент, проявив хоть каплю неосторожности. Фан Юянь был спокоен, его черные зрачки устрашающе светились под лунным светом, излучая свет абсолютного спокойствия. У него был опыт 500 лет, частично он был поглощен боем, в то время как другая часть его внимания оставалась на стороже, наблюдая за окрестностями. Много раз, когда он охотился на диких кабанов, другие животные приходили и создавали хаос. Иногда это был дикий кабан, в другой раз, дикие волки, и даже когда-то, странствующий тигр. Со временем атаки кабана постепенно замедлялись, глаза Фан Юяня ярко сияли, когда он сделал несколько шагов вперед, приближаясь к кабану. Ощутив силу в плечах и руках, он поднял кабана на одном дыхании. Хафф. Фан Юянь зарычал, а его лицо стало багровым, его руки вытянулись и подняли кабана высоко над головой. Кабан слабо сопротивлялся. Тело Фан Юяня задрожало, он использовал всю свою силу, чтобы бросить кабана. С шумом животное упало на большой камень у берега реки. Он взвизгнул, когда послышались звуки переломов его костей. Зверь упал с большого камня, кровь сочилась из его ушей и рыло. Он дернулся несколько раз, прежде чем испустить последний вздох. Окрестности вновь обрели покой. Речная вода текла бесконечно, неся кровь кабана по воде в какое-то далекое место. Моя сила прямо сейчас может конкурировать с кабаном. Сегодня я попробую передвинуть гигантскую глыбу в проходе. Фан Юянь стоял на месте, тяжело дыша, с волнением в глазах. В эти дни он использовал белого кабана гу постоянно, чтобы увеличить силу своего тела. Теперь он чувствовал, что его сила становится больше. Тогда, когда он сражался с дикими кабанами, он мог использовать только технику уклонения с лунным клинком, но теперь он мог даже поднять дикого кабана, так что увеличение его силы было очевидно. Конечно, белый кабан гу не будет бесконечно усиливать его. Предел был силой кабана, и как только он достигнет предела, усиление прекратится. Я могу поднять кабана сейчас, но это не значит, что я могу драться напрямую с кабаном. Это как сильный человек может поднять другого сильного человека, но это не значит, что они имеют равную силу. Моя сила может продолжать расти. Подавая всю свинину белому кабану гу, Фан Юянь использовал свой охотничий нож, чтобы достать клыки кабана и, наконец, разрезал уже сильно разорванную кожу зверя, прежде чем войти в секретную пещеру в трещине скалы. Что касается трупа кабана, то с ним ничего не нужно было делать. Летней ночью дикие звери повсюду бродили, и вскоре они должны были собраться здесь, на запах крови. Стаи животных очистят все для Фан Юяня. Ну а если бы даже кто-то и узнал, это было несущественно. Травмы дикого кабана были отредактированы Фан Юяним, они теперь не выглядя похожими на порезы лунным клинком. Вернувшись в тайную пещеру, окутанную красным светом, Фан Юянь бросил два клыка кабана в угол. Они ударились, вызывая четкий звук. В этом углу уже была куча клыков кабана. Они были результатом охоты Фан Юяня. Фан Юяня ворвался в проход, снова добираясь до конца туннеля. Пока он шел по туннелю, его шаги отдавались эхом в пещере, а его видение окрасилось в красный цвет из-за света. Все было без изменений. Гигантская глыба все еще была там, тихо преграждая ему путь. Что касается дыры, созданной после выкапывания земной цветочной сокровищницы Гу, Фан Юяня ее уже заполнил. Ха, Фан Юянь подошел к гигантской глыбе, поднял обе руки и толкнул ее. Хотя его лицо покраснело от напряжения, и он использовал всю свою силу. Гигантский камень не сдвинулся ни на дюйм. С моей нынешней силой я могу поднять кабана. Но эта гигантская глыба весит пять или шесть кабанов. Неудивительно, что я не могу ее сдвинуть. Наследие силы монаха цветочного вина не так легко получить. Взгляд Фан Юяня сиял, когда он оценивал ситуацию в душе. Он не сдался, а вместо этого вышел из туннеля и вернулся в секретную комнату наверху. Взяв бамбуковый тубус из угла стены, Фан Юянь сел на землю и открыл крышку. Он достал карту из звериной шкуры и листы бамбуковой бумаги. Потом он открыл карту из звериной шкуры и начал запоминать ее, используя свои пальцы. Он водил ими по карте, и это помогало ему запомнить. С тех пор, как он получил карту, он делал это каждый день. У Фан Юяня не было хранения типа Гу. Он не мог брать карту с собой повсюду. Ношение бамбукового тубуса во время битвы также неудобно. Таким образом, Фан Юянь приложил некоторые усилия и был готов запихнуть содержимое всей карты в свою голову. Кое-что, пусть даже и хлопотное, пришлось сделать. В жизни те люди, кто не решал проблемы активно из-за боязни неприятностей, всегда сталкивался в конце с опасным или затруднительным положением. Фан Юянь понял эту логику из своей предыдущей жизни. Когда кто-то молод, его память, конечно, хороша. Я уже запомнил более половины этой карты. Если бы я был старым, я бы, вероятно, забыл все содержание. Хе-хе-хе. Конечно, если бы у меня был книжный червь, я бы скормил ему эту карту. И до тех пор, пока я не потеряю книжного червя, я смог бы вспомнить эту карту очень четко и в любой момент. Ценность книжного червя была довольно близка к ликерному червю и белому кабану Гу. Все они были редкими видами среди Гу первого ранга. Рыночная цена была высокой, и они часто распродавались мгновенно. В своей предыдущей жизни Фан Юянь не получил ликерного червя или белого кабана Гу, но он случайно получил книжного червя. Этот книжный червь в конце концов развивался вместе с ним и сопровождал его в течение целых 60 лет. Забудь об этом, книжные черви редкие и малочисленны, я не смогу получить их в ближайшее время. Честно говоря, моя нынешняя ситуация намного лучше, чем в моей предыдущей жизни в этот же момент. В последний раз в этот период я все еще был начальной стадией первого ранга, в то время как другие, такие как Фан Чжин, Чичинь, Мобы уже были на высшей стадии. Далеко впереди меня Фан Юянь не был тем, кто беспокоится понапрасну, быстро преодолевая это. Он весьма удовлетворен своим нынешним прогрессом. Он был на средней стадии, и другие также были на средней стадии. С его талантом класса С он мог поддерживать ту же скорость, что и классы А и Б. Это было нелегко. Это благодаря ликерному червю, а также богатому опыту культивирования Фан Юяня. Другой аспект также был из-за Фан Юяня. Его вымогательство заставило одноклассников сконцентрироваться на тренировке своих боевых навыков с помощью старших товарищей. Неосознанно это заставило их отвлечься, уменьшая время, которое они тратили на развитие своих апертур. Это привело к тому, что уровень культивирования каждого был даже ниже, чем в прошлой жизни Фан Юяня. Но даже при этом они были не так далеко от высшей стадии. Ранняя стадия развития Гу-мастеров была довольно легкой. Можно увидеть эффект за короткий период времени. Особенно для Гу-ю и Фан Чжина, Мобы и Чичиня, их уровень культивирования уже подполз и даже, казалось, превзошел Фан Юяня. С постоянной культивацией эти трое с их талантом или поддержкой с тыла уже начали показывать свое преимущество. Преимущество Фан Юяня из-за ликерного червя начало исчезать. Конечно, была еще причина. Он начал охотиться и использовал белого кабанагу, чтобы поднять свою силу, или тратил большую часть своего времени и усилий на это. Такими темпами в скором времени кто-то прорвется на высшую стадию. Первый, кто достигнет высшей стадии, получит в награду 30 первобытных камней, но я не собираюсь бороться за нее. Фан Юяня уже давно решил для себя этот вопрос. Если бы он бросил белого кабанагу сейчас и сосредоточился на достижении высшей стадии, у него могли бы быть некоторые шансы на победу. Но это не было целью Фан Юяня. 30 первобытных камней могут быть ценными, но он не испытывал недостатка в первобытных камнях в данный момент. Главная причина заключалась в том, что ему нужно было оставаться скрытым и не выделяться, уменьшив внимание других людей к нему, чтобы он мог успешно унаследовать наследство силы монаха цветочного вина. Это его истинный мотив. Академия имеет всевозможные награды, но это всего лишь морковка, чтобы заинтересовать ученика, и самое главное, это часть системы. Борьба за эти небольшие награды, это не то, что сделал бы мудрый человек. Фан Юяня собрался и снова сосредоточил свое внимание на карте. Карта из звериной шкуры состояла из двух страниц. Одна записывала день, а другая – ночь. На ней переплеталось множество линий разных цветов. Некоторые линии были прямыми, некоторые – изогнутыми, но все они имели свое особое значение. Только старику Вану было бы понятно их значение, но жаль, что он умер. Однако даже если бы он был жив, маловероятно, что он сказал бы правду. В эти дни Фан Юянь полагался на свои знания и опыт, и сравнивая с бамбуковыми бумагами, он уже расшифровал все это. Красный крест представляет опасность, запретную зону. Территория с красным крестом, кажется, окружена дикими кабанами. Вероятно, там есть король диких кабанов. С моей нынешней силой, я буду мертв, если столкнусь с ним. Хаем. Думая о старике Ване, Фан Юянь не мог не фыркнуть снова. Эта область, отмеченная крестом, не была отмечена на бамбуковых бумагах. Если бы Фан Юянь действительно верил бамбуковым бумагам, он, вероятно, умер бы от клыков короля диких кабанов. Этот старик Ван был действительно опытным. Чтобы отомстить за сына, ему не пришлось действовать самому, он бы позаимствовал силу короля кабанов. Таким образом, даже если Фан Юянь умрет, он сможет избежать ответственности. Но эти три места, отмеченные красным кругом, что они означают, Фан Юянь был встревожен. Это была последняя подозрительная часть карты из звериной шкуры. Три красных круга, показывающих три изолированные области. Они также были очень далеко друг от друга и имели мало окружающих зверей. Их можно считать безопасными областями в дикой природе. Красный крест представляет собой запретную зону, но что представляет собой Красный круг? Фан Юянь погрузился в глубокие раздумья. Обычно, красный, предупреждающий цвет. Старик Ван отметил эти три области, то есть они важны. Жаль, что эти районы далеки. Если я сам их не осмотрю, то не найду причину. Глава 72. Любая организация требует лояльности. Пылало жаркое летнее солнце, вокруг дули теплые ветра. В мгновение ока пришел конец июня. Гу Юе Фан Джин позвал старейшина Академии. Гу Юе Фан Джин встал со своего места и предстал перед старейшиной Академии. Под восхищенным взглядом одноклассников Фан Джин получил тяжелый мешок с первобытными камнями. Фан Джин, ты первый поднялся на высшую стадию, это твоя награда. Хорошая работа, продолжай усердно работать. Старейшина Академии приятно улыбнулся, похлопав Фан Джина по плечу. Фан Джин подтвердил кряхтением, по его лицу было видно, что он волнуется. Он взволнованно взял мешок с деньгами и вернулся на свое место. Наконец-то у меня получилось. Я первый, кто поднялся на высшую стадию. Видишь, старший брат, я наконец-то победил тебя. Его глаза засияли ярким светом, когда он перевел взгляд на Фан Юяня. Фан Юян лежал на столе и крепко спал. Прошлой ночью он убил еще одного дикого кабана. И после возвращения в общежитие он использовал белого кабана Гу, чтобы улучшить свое тело, а также использовал естественную сущность в первобытных камнях, чтобы усовершенствовать свою первобытную сущность с помощью ликерного червя. Наконец он использовал свою первобытную сущность на высшей стадии, чтобы питать свою апертуру до самого утра. Он поспешно позавтракал и помчался в класс, а усевшись, сразу заснул. Он был слишком истощен, и культивирование не могло заменить сон. Хэм, даже если ты не признаешь этого, это правда. Старший брат, я наконец-то превзошел тебя. Это первый раз, затем будет второй, третий. Фан Джин сжал кулаки. Этот успех был чрезвычайно значим для него. Он уже прорвался сквозь темные облака в своем сердце, позволяя свету проникнуть внутрь. Несмотря на то, что этот свет был тонким, он дал Фан Джину надежду и поддержку. Хэм, я на самом деле проиграл Фан Джину. Гую ему бы и сидел на своем месте, скрестив руки, и чувствовал возмущение. Это преимущество таланта класса А, черт возьми, сказал Гую Ичи Чинь с мрачным выражением лица. Когда он культивировал, начал понимать преимущество хорошего таланта. Даже с поддержкой своего деда, Гую Ичи Линя, плюс его чрезвычайно тяжелая работа, но он все еще отставал от Фан Джина. Если бы у меня был ликерный червь и дедушки на помощь, я бы не проиграл Фан Джину. Проклятые братья семьи Фан. Младший брат это класса, подавляющий нас, а старший брат класса С, но имеет ликерного червя. Почему все хорошее в этом мире досталось этим братьям? Гую Ичи Чинь действительно возмутился. На этот раз Фан Джин первым прорвался на высшую стадию. Конечно, он талант класса А. Да, даже мобы Чичинь и Фан Юань проиграли Фан Джину. Фан Джин привлек все внимание на этот раз. Фан Юань, имея ликерного червя, не прикладывает усилий. Тратя свое время каждый день, даже засыпая в классе, он мог бы просто отдать своего червя мне. Окружающие ученики дискутировали, испытывая в душе возмущение, беспомощность и зависть. Старейшина Академии вызвал их одного за другим, и ученики непрерывно поднимались, чтобы получить свои первобытные камни, и возвращались на места. Все успокойтесь. После того, как пособие было выдано, старейшина Академии стукнул рукой о стол. Тут же все мгновенно замолчали. Теперь вы все освоили своего второго ГУ и даже пробились на высшую стадию. За последние полгода вы все много работали, и теперь у вас есть некоторые основы. Настало время для вас, чтобы тренироваться в дикой природе. Настоящие сражения – это не марионетки и пугало, которые стоят и ждут ваших атак. Наступила середина года, следующий экзамен будет проведен через три дня. Все ученики должны присутствовать. Задачей является охота на кабанов. Клыки будут доказательством, и по ним будут вестись расчеты. Тот, кто соберет больше всех, получит лучшие баллы. В конце экзамена каждый клык кабана можно будет обменять на 10 первобытных камней. Кроме того, вы можете охотиться группами. Слова старейшины Академии вызвали переполох среди учеников. Экзамен в середине года. Наконец-то, каждый год ученики учатся в Академии в течение года, и всегда есть экзамен в середине года и экзамен в конце года. Каждый год суть экзамена разная. Подумать только, что в этом году наша задача – это охота и приобретение клыков кабана. Что мне делать? Мой талант – только класса Д. Мой жизненный гуни атакующего типа, как лунный свет гу. Как я могу охотиться на диких кабанов? Разве ты не слышал? Нам разрешено охотиться группами. Те, у кого низкий талант, или нет подходящих гу, могут помочь друг другу. Когда мы получим клыки кабана, нам просто нужно разделить все поровну. Каждый клык кабана можно обменять на 10 первобытных камней, так Академия поощряет нас охотиться на большее количество кабанов. По реальной цене можно купить 20 кабаньях клыков за один первобытный камень. У учеников были разные выражения лица, некоторые были счастливы, в то время как другие волновались, некоторые хотели пойти сами, в то время как другие создавали группы, даже Фан Юянь слегка волновался. Это изменилось. В моих воспоминаниях задание было – сбор дикого меда. Подумать только, оно изменилось на сбор кабаньях клыков. Это эффект бабочки. Бабочка, взмахнувшая крыльями, может быть причиной гигантского шторма на побережье другого океана. Небольшое изменение начальных условий приводит к резким изменениям результатов. С тех пор как он переродился, Фан Юянь сделал много изменений. Условия его нынешнего Я значительно отличались от его предыдущей жизни. Тогда он уже был превзойден Фан Джином и другими, но теперь он был на вершине среди учеников. В прошлой жизни он не убивал Цзят Зиншина, на самом деле они даже не встречались. Но в этой жизни он не только убил Цзят Зиншина, он даже раскопал наследство монаха цветочного вина. Эти изменения подобны тому, как бабочка взмахнула крыльями, косвенно вызывая изменения в окружающей среде. Изменение экзамена в середине года – лишь первый из таких признаков. Если я продолжу что-то менять, станет ли история совершенно неузнаваемой? В этом случае, преимущество моего переродится.